Едем в Черкассе осматривать Рошей Панамера какого-то там 18-го года Машина экспортирована в Германию Красота весь оклеенный с зачуханным бампером 5500 долларов вот так вот левой ногой поклеенная машина поклеена машина плохо видно вот следы ремонта попрятали по пленку парень на отеле куда мы заехали, у него просто так трусятся руки, он боится учитывая стоимость машины, в Черкассах можно, я думаю купить несколько квартир за стоимость этой машины он очень сильно переживает ассистент, шприц, зажим сейчас уже на тест драйв еду друзья, всем привет на самом деле эта машина была снята вот как раз перед 24 февраля и выпуск не был выпущенным по понятной причине но история офигительная история интересная история дорогого автомобиля есть Порш, Порш Панамера Папа сыну покупает автомобиль за какие-то там хорошие достижения на момент осмотра было несколько автомобилей но самый интересный, который привлек внимание эта машина максимально обслуженная максимально заряженная там был полностью поменян выхлопной коллектор вся выхлопная система вместе с катализаторами и что самое интересное вся эта выхлопная система она шла в комплекте с автомобилем и лежала отдельно в гараже она была дополнительно заклеена пленкой там на фотографиях такой кинярин смотрится я сказал Никола Янович машина бимба что заказчик что продавец блин парни ну реальные душевные ребята то есть сказать что это какие-то мажорики нифига нормальные умнейшие люди то есть они настолько начитанные я где-то по сравнению с ними ну пионер на уровне Плинтуса ну интеллигентнейшие люди красавчики машина была привезена с Америки мы эту машину смотрели в рамках разового осмотра то есть нам надо было поехать ну даже не разовый осмотр это эксперт на день нам нужно было с Киева стартануть в Черкассы и осмотреть этот автомобиль в принципе посмотреть стоящий этот вариант или нет нужно стратить 80 тысяч на эту машину или же не нужно если есть машина в Черкассах мы хотим узнать техническое состояние этого автомобиля вы такое умеете? да мы такое умеем окей поехали соответственно все набились как консервный банк вы едите в Черкассы блин плюс 5 а пингвином по льду бегают бесстрашные вообще бесстрашные вот эти рыбаки это очень отчаянные люди очень кушать хочется да ну я не думаю что это кушать хочется кушать хочется пошел купил себе рыбу в магазине тем более рыба с мясом абсолютно недорогая рыбалка это способ выживания нет я не сколько стоп нет я не согласен что рыбалка это способ выживания сколько стоят вот эти гребаные удочки всякие крючочки леска и все остальное снасти стоят блин как пол нормального автомобиля поэтому то что это выживание не надо мне лечить ну то есть это не дешевое удовольствие вот взять рыбака кошмар любого рыбака вот допустим что его жена узнает сколько стоят все вот эти снасти как там говорят модные блогеры утро у нас начинается не с кофе но это имеется ввиду если трудяшки а утро у нас начинается с чего-то там так вот утро начинается у нас того что мы уже в дороге едем и в сторону черкас и там будет кстати он полно хата формала там имеется ввиду в автомобиле машина набитая людьми и у каждого человека есть своя роль в этой миссии так вот едем в черкас и осматривать порше панамера вот этом восемнадцатого года на момент заявки машина стоила восемьдесят три тысячи как мы выехали осматривать этот автомобиль мы еще не смотрели машина стоит уже 80 прикольный торт пока доедем будет на 75 но это не точно как по мне я уже понимаю что машина переоцененная потому что она не на пневмена на пружинах но должна быть очень хорошая очень яркая а вот очень яркая она или не очень она яркая вот это нам и предстоит есть так итак по этому автомобилю кроме того что он американец нам надо кстати если он американец то надо посмотреть его по днище снять аэродиночные накладки потому что там двухзонный климат чтобы не замялись трубки эти кондиционера по мотору где он шитый был? шитый в Киеве надо узнать где он шитый был в каком формате он был с вырезанными катализаторами шитый или же так? по двигателю посмотреть обязательно задиры? двигатель задиры да потому что там чугунных этих вот у гильцы там все хорошо по карфаксу там был битая передняя водительская дверь и переднее левое крыло вопрос у нас со стойкой водительской обязательно надо будет заглянуть под подкрылок обязательно надо будет снять амортизатор ну и все наверное из таких рискованных моментов ну и остальное что остальное в принципе по месту да опять же она шилась за этот период после того как прошилась коробка как себя чувствует после прошивочки рвали не рвали температурный режим и все эти что нам правду скажет рвали не рвали ну так мы же будем для этого мы туда едем чтобы узнать она замотована надо будет посмотреть не было ли у нее еще дополнительной истории здесь ну а так в общем то все как обычно эту машину брали для того чтобы ей вот так вот делать и что от нее осталось за 40 с чем-то тысяч вот надо выездить тем более машина шитая и не всегда это хорошо то есть если сделали вот такие криворукие товарищи у которых две руки обе из попы и под х заточены то может быть беда с тем мотором а вообще машина как бы беспроблемная на пружинах она без пневмы потому что он американец 36 тысяч пробега они 43 36 36 заявлено 36 время так боюсь этого большого глаза заказчик хочет чтобы эту машину принципиально смотрел я а я физически сейчас не могу детально смотреть под ключ вести автомобилей потому что нам не завязана слишком дофига задачи поэтому любая заявка которая делается с 22 года она идет в комплекте с двумя экспертами мы ее осматриваем вдвоем только потому что один ведется вот эту вот мелочную бумажную работу актером выполненных работ детально достать информацию созвониться согласовать куда-то поехать где-то что-то осмотреть а я уже могу приехать и быстренько рассказать где что куда смотреть валентин кстати у нас очень интересный специалист он долгое время специализировался на японских автомобилях когда он работал в своем городе но я очень рад что он станет в команде потому что таких специалистов надо еще поискать таких скрупулезных дотошных да он где-то в каком-то формате может быть тошнотик но он очень правильный тошнотик ну карфакс показывает что машина экспортирована в германию но отлично поэтому есть шанс что очень хорошо сделали не наши умельцы наши умельцы тоже хорошо делают когда захотят они если делают там делают тупо по стандарту если там была заваленная стойка и сто процентов или же сто процентов и и не брали в ремонт или она у как стул понятное дело что не стоит 90 с чем-то но тем не менее это что она заехала через германию еще не факт что на германии делалось ну да поэтому это всего лишь предпосылки но если бы не было же делается она там наверняка хорошо блин эти зарядки эти камеры эти батарейки так и что у нас взял от пипец тяжело быть блогером потому что вечно заканчивающиеся аккумуляторы на всяких камерах которых с каждым днем становится все больше и все вот это дело нужно заряжать за всем этим делом нужно следить ничего не буду рекламировать это не реклама это крик души потому что батареек много зарядок мало все забито но мы полетели дальше потому что у нас основная съемка все-таки еще впереди все полетели вешаем и и летим чем мы по машине имеем на каком пробеге она была продана и на каком она ну на каком сейчас мы знаем 30 чем-то продана на урода на 2650 грубо говоря миль а то есть ей хорошо под хвост наряжали да и экспортировали в германию или через германию и завозили к нам разбираться где и восстанавливали у нас или в германии пока так загадок хватает по ней одна загадок загадок это когда ребус это когда был как-то мне mercedes я осматривал новая машина продается в салоне по цене бушный ну как 56 тысяч евро mercedes гли с нулевым пробегом но правда 17 года продается в 21 где-то он четыре года там скитался по каким-то складам так вот историю достаем а по истории машина вообще только есть у нее не закрытый заказ наряд в германии видно что она ушла в израиловку и все на этом дело закончилось больше никакой информации за четыре года по автомобилю нет вот это мутная история как вода в унитазе а здесь еще все очень прозрачно можно сказать хотя вопросов действительно достаточно наверное если сказать что после audi например той же самой 1 7 пересесть на parche будут несколько другие ощущения слегка слегка другие и парше более приятный в этом формате автомобиль а на что садится после parche не знаю у меня я до этого уровня еще не достиг наверно мы приехали все хорошо ждем вас пять минут ну да ну начнем здесь detailing v12 красота весь оклеенный зачуханным бампером внизу любой но бампер стоит плюс-минус ровно но уже из-под него вылазит то что он крашеный затянут пленкой красавчик первое чего я хренел этот поклейки автомобиля но когда мне показали что человек влупил за эту поклейку порядка пяти тысяч долларов я хренел то есть это дорого сделано плохо не хорошо благо пленку это все нужно поснимать и надо больше наверно выполняла функции защитного какого-то такого покрытия но относительно технической части автомобиля смотрим ну как красавчик здесь вот моменты хренового ремонта вот здесь вот на изломе если посмотреть то здесь у большой будет показатель а их перевернуться 144 но это из-за того что сам датчик не достает ну здесь две пленки а вот вот сюда затянем его как-то в эту историю так 601 200 метров почему потому что здесь раз два раз два три четыре пленки 4 наслоения друзья не знаю кто клеил и еще оклейка дверных проемов отдельно полторы тысячи пять пятьсот стоит она того 5500 долларов вот так вот левой ногой поклеенная машина ну камера конечно не передает но везде вот где изгибы где-то что-то не доделано конечно там парень звонил говорили ему что при е надо было приехать тогда когда какой-то какой был момент короче неважно поклеена машина плохо макрошина поклеена у хреново поклеенные разные машины видео нет ну если сравнивать с тем что ездит по совсем дешманская туда но это поклеена нехорошо машина но даже вот обычный стык 500 тысяч долларов если отнять пленку то в принципе показатели все плюс минус нормальная пленка 300 микрон практически 200 чем-то сюда если заглянуть на шпаклевки здесь не видать а вот это вот как мы знаем самое болезненное место у нее вот здесь значит отремонтировала она не спугану вот под этот кому насосу какогось на полного бака короче это бывает не реально нажимаешь вот это фишка которая до открывания еще раз нажимаешь куча на который не знаю почему потом задний гамильный ковар лодки передних гамильный ковар я поменял вместе с дисками сумму вижу да смотри вообще посмотрим там снова потом ставим основной оригинальной системы выпуску выпуска на оригинальный выход выдал он и катализаторы они есть отсутни задний пиловики передний ой задний правильный задний ливый пиловик амотизатора новая стоят поменял пошкодженый граммных переднюю силу это где-то там короче они так сказали вы посмотрите там где то есть типа продертая сами посмотрите посмотрите мы это делаем аккуратно если вдруг что-то мы сломаем это оплачиваем а про историю того как его завозили вы не знаете в смысле чего его завозили с германии через граммать и узбать это хорошо одиннадцать и три ну я же говорю в одиннадцать и тринадцать она мне нравится во всех таких моментах внешне очень нравится вообще внешне очень нравится ну и допустим вот у меня там трое детей сейчас еще родился в неделю назад еще это же поставили там нормальный крест нас и строем там уже нельзя для меня это молодого на машина это ухоженная она хорошая не за не следили в нее завливали денег то есть я не знаю сколько денег на служение этой машины потрачено но точно никто не жлобился то есть есть разные спорткары которые вот типа ездят им дают подсраку когда что-то там начинает ломаться выливаться то эту машину так надо срочно продать и где-то выставляет на продажу ой да нет да вы что какие гонки машина в гонках не участвовала здесь парень сразу говорит ну в гонках не участвовал но подсраку я иногда на насыпал давал нормально он сказал честно открыто откровенно то есть было сделано прошивка на увеличение мощности были убраны катализаторы был поставлен тюнинговый выхлоп было сделано дофига еще чего даже уклеена он этого не стеснялся он все это рассказал теперь вот здесь у следов какого-то мяса нету а я сейчас наверное возьму еще сейчас я вернусь я сейчас возьму еще блин чуть не сказала сциллоров кстати мой сциллоров надо заехать забрать я себе заказал возьму эндоскоп и по заглядываю в середину нет ли там скрытого мяса так вот у меня есть момент где-то вот здесь дырочку хочу залезть посмотреть мясо я здесь не вижу резаных полок лонжеронов этого всего нету мы сейчас мы еще так заглянем а там где трубка идет кондейки на у нас налепленный герметик так это нормально огнутого металла я не вижу все ровненько так и шо у нас здесь так эндоскопом я в принципе по заглядывал никакого мяса я здесь абсолютно не вижу здесь вот весь лонжерончик вернее смогут а полкая часть верхняя верхняя часть бузговика назовем ее так силовая конструкция не имеет каких-либо следов ремонта не выявлено с такого чтобы где-то загоняли на стапель фигачили нету где плюс-минус все хорошо засвидетельствовать и эту сторону но с этой стороны все нормально имеется ввиду повреждение у этого автомобиля было с той стороны поэтому особо сюда не лезем сильно далеко эндоскопом ну что здесь следов ремонта нет вообще никаких снимали сейчас пройдем по моментам значит это вот заклеенная американская тема видно вот следы ремонта попрятали по пленку по торцам дверей перше мы узнаем потому что она заклеена и слегка потертость от того что было ударено здесь какого-то вмешательства нет если с той стороны видно легкие ударчики от молоточка ой вонючка упала то здесь этого всего в принципе не обильно все залито мы вилем руки после него надо будет вот затянутая история хер знает где на том что поцарапано не сказать чтоб зачуханный такой со следами эксплуатации на но а заглянем ли мы сюда заглянем ли мы сюда сейчас я я думаю что мы можем сюда послезу до стендоскопа можно будет заглянуть не хотел построить масло чтобы не было в развале так пережженный запах бензина дует прямо в глазик эта штука со стойки дефлектор сломан и на плюс здесь такая история 147 343 340 что у нас здесь тестирует ли у нас видно что вот здесь пока еще читаются нет потому что где матрица гетнулась это давнейшая история да вижу молоточком подстукивали непонятно пробить бы и вот электроника двигателя содержит неисправности ошибки на системе все по 0,10 это потеря напряжения слишком низкое напряжение все ошибки практически хорошо найдем по каждой прошивка здесь какая-то консервная стоит кстати факт того что на форше стоит проводка с украины то есть многие проводки на бенкли на порше еще на какие-то модели точно не помню или делается в украине сейчас пускай это было сделано в семастом году это вообще машина эта самая пройдет в семастом году так это уже на СТО снимем вот момент легкого ремонта видно вот внутри как бы такой мусор но мы понимаем что это с учетом того что металл аккумулятор здесь менялся может быть это как раз в процессе замены аккумулятора черкассы предварительно уже просмотрели вот эту вот дверю у него здесь есть замененный выхлоп у него здесь чип тюнинг стоит здесь вытянули можно идти на 250 момента подняли плюс 100 лошадей короче он слегка чипованный было у него повреждено вот это крыло и вот эта дверь ремонт сделан по предварительным данным очень даже неплохо масло с мотора не течет он в слабых местах в развале головы нету у него никаких кичей турбины в норме основные ошибки у автомобиля по простейшему аккумуляторе в начале января меняли его машина после этого на сервис не заезжала пока все не очень плохо скажем так ну не то чтобы не очень плохо нормально по кузову плюс минус нормальная то я думаю мы поедем она будет еще залезть под подкрылок заглянуть сложности думаю в этом не будет и потом уже если все хорошо тогда уже доскопом по заглядывать в двигатель где-то цивильное сто здесь есть мы оплачиваем его не но я не веду чтобы не было такого что пацаны ржавыми отвертками буду там что-то ковырять с учетом того что у них даже нормального инструмента не будет потом мы поехали на стула она ли сейчас дело пристегиваем пристегиваем бы сейчас левая задняя дверь есть так едем за паршом изрыгающего пламени у него из труб нету нету у него ляду кто-то не закрыл ну ладно пусть будет открытая пятая дверь у нас по крайней мере клубней дыма из него не выходит ну конечно если он сейчас наступит на вонючку я за ним не угонюсь я не турбированный несмотря на то что у меня объем чуть чуть больше совсем чуть чуть но машина это намного современнее и мне за ней угнаться немножко не получится пар из труб есть и вот сейчас на перегазовке если будет дым из труб то это беда а если дыма не будет а ну-ка 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 поехали не тут дыма из труб от слов вообще только пар идет ну по ходовой там вопроса вообще нет вот вообще нет через можно какой-то свет свет конечно о шикардос а было еще не такое а вот доскоп с поворотной головкой вот следующая тема которую надо купить он падает дорогущий они вообще все ровно 300 долларов и сама жабра она старого крыла но даже сверху разлом она идет внизу крепление поломаны вот но до аланжеронов до пластик почти целый но оставили судя по ремонту ремонт сделали недорогой потому что пластик не поменяли пистоны крепления с одного с одной стороны поставили на другую поэтому сказать что здесь дорогой ремонт был не скажу но все все ровненько какая красота да все собираем обратно за подкрылок везде позаглядывали единственный момент там есть шумоизоляция ну шумовибро она вся от отделанный этот автомобиль шумовиброизоляции причем в дверях в задних крыльях всего остального но мы подклеивали некоторые листы потом обратно их поприклеивали плюс заглядывали в скрытые полости эндоскопом короче могу сказать что ремонт здесь был дешманский машина сильно не получала действительно не был очень легкий касательный удар по крылу причем такой формате там сейчас парни делают вот это вот жабра которая стоит вот это она старая осталась пластиковая крепление порогов здесь с этого крепление с этого порога поснимали на тот порог поставили поэтому везде крепление через один типа похоже на грузинки ремонт но машина погрузии не было машина заезжала каким-то блоком через германию потом в украину пока все хорошо когда мы на этом с того парню говорим дружище давай нам просто выпишу услугу замены свечей на этом парше когда он его раскрыл выкрутил дрожащими руками вот эту свечку с цилиндра слушайте ребята я дальше не полезу если вы умеете сделайте пожалуйста сами я не хочу квартиру после этого продавать короче эндоскопия у нас сейчас пока под вопросом потому что парень на отеле куда мы заехали у него просто так трусятся руки он боится и очень сильно переживает мы сейчас хотя бы заглянем в один цилиндр самый легко доступный а потом если что поедем на официал потому что он уже аж плачет бедняга вот а нам для того чтобы разобрать короче там снимается еще два боковых крепления все оттягивается все можно по заглядывать но учитывая стоимость машины где в черкасах можно я думаю купить несколько квартир за стоимость этой машины он очень сильно переживает сейчас еще свой возьму эндоскоп и в общем то хотя бы в один цилиндр мы заглянем а потом если чего поедем в киев на porsche мы имеем нас опыт есть мы полезли посмотрели в сам цилиндр но я подержу может а куда ассистент шприц зажим сейчас мы сделаем вот так и вот так так чтобы он легко зашел то какой он есть нет ли там каких-то задиров сверхъестественных износов перегревом прочей херней которую может запросто отхватить при неправильной эксплуатации этот автомобиль посмотрели быть и из-за пленки значит да одели собрали а можно еще хотя не не нужно там уже поправились там уже да здесь есть здесь есть и вот показываю что в развале головы никакого масла нет потому что эндоскоп который так она теплообменник еще с этой стороны глянуть до сухо там не фокусируется вот там вот видно вот там где теплообменник все сухо там где свет застреливает я-то вижу вот мнение нормально видно я жду пока фокусно ведется и и давай давай фокусируйся тут не хочет короче здесь там там тоже все сухо вы сразу же холодный запуск все хорошо что замечательно ну по крайней мере нет ничего такого чтобы вызывала некие подозрения при осмотре двигателя смотрит самих цилиндров мы добрались быстро до первой передней части двигателя там где можно было посмотреть легко дальше парни говорят ребят мы не хотим туда лезть мы не хотим продавать свои квартиры мы не знаем как это делается я считаю это правильно потому что вот люди если не знаю то лучше вообще нефиг туда лезть и окей давай мы залезем посмотрим ресурсы ну ты пойми ты заехал на исток под нашими флагами если вдруг что-то сделаешь не так то отвечать потом на я с этой политикой согласен изначально что касается торга была обозначена сумма сумма пацаны чтобы не нашли машина будет стоить 77 вот даже если там сломанный пополам будет коленвал машина стоит 77 после ст его уже парень понял что все там хорошо с машиной дополнительно ничего он был уверен что она хорошая и в очередной раз ему показали он был все время рядом смотрел не мешал большой респект большое спасибо за то что вот те люди которые видят понимают хотя бы технически что эта машина не ломается просто разбирается аккуратно осматривается все вешается на место даже где-то чего-то я вспомнил куда пошли пластиковые хомуты там была сломана когда он куда-то заезжал обломана защита 1 ёпт спелена пластиковый хомут защита имеется ввиду аэродинамическая под днищу идут пластиковые динамические такие накладки вот одна из них было отломано крепление на днище она была сломана там где она воздится и эту штуку прицепили стяжкой поэтому еще включили стяжки из есть здесь есть я думаю что вплоть до того что даже сделать здесь дырку и стяжкой зафигачить не саморез саморез точно нет и нам на миллиметр и затянуть здесь сначала нужно поднимется вот такое дело машину по итогу пили за 70 тысяч как они договаривались закачивать с покупателем правда это или нет ну вот по факту было предложено дружище есть 70 хочешь да не хочешь извини мы ищем дальше не знаю после долгих раздумий после долгих раздумий но тем не менее со мной этот автомобиль был приобретен за 70 по крайней мере вот такая ситуация донесена до нас то есть у меня мной было рекомендовано цифра 70 потому что ну где-то там морально мы понимаем что этот автомобиль уже поврежден и он уже в принципе не может стоить своих денег потому что он уже был в аварии он был уже в дтп с этим просто морально невозможно жить хотя кому как я сам езжу на битв автомобиле автомашине машине я сам езжу на битой машине и когда ее покупал она стоила 11 700 аргументированную доторговал до 8 с половиной уже не раз про это рассказывал но тем не менее я с этим смирился я на этом езжу мне абсолютно нормально я этого не скрываю а вот как парни сторговались на 70 я не знаю машина была куплена за 70 тысяч дело идет к финалу это вроде как ничего все сейчас уже на тест-драйв еду на данном этапе мы этот автомобиль можем рекомендовать то есть мы посмотрели по залазили в разные места ничего такого чтобы нам давала какие-то тормоза и говорила нет от этой машины нужно бежать дальше мы ничего не нашли тем более там приятно можно было поторговаться на этой машине нам так хотелось в это верить чем закончился тур это отдельная история у меня были легкие вопросы по прошивке программного обеспечения хотя освежавшись с парнями которые вы прошивали я получил все свои ответы на все свои вопросы вот до того что оригинальная прошивка у них есть в этой базе данных так вот при условии что если этот автомобиль интересен и больше никаких проблем нету он покупается но при условии осмотра уже в киеве осмотра на porsche продавец вообще не вопрос даже готов приехать киев готов приехать замечательно мы подводим пока легкую черточку на данном этапе мы этот автомобиль рекомендуем и с этим пистол мы по крайней мере говорим большое спасибо кстати по киевским меркам не так дофига и взяли с нас денег одна тысяча двадцать одна гривна была заплачена за вот весь спектр работ по этому автомобилю был найден и мы рекомендовали этот автомобиль когда я периодически встречая с другими подборщиками вот они задают вопрос слушай как тебе люди вообще заходят ну допустим на дорогие автомобили пацаны все просто вот вы выбираете машину стоит она допустим 50 тысяч вы найдете гарантию даете какая гарантия на душную машину а мы даем вот мы достигли того уровня что на все узлы агрегаты на коробку двигатель на ходовую мы умеем давать гарантию вот если вы готовы добро пожаловать к нам на борт нашу команду если вы не готовы отвечать за свои действия то вот вам ответ на вопрос кстати была есть ситуация не так давно мы ездили смотреть на автомобиль который выбирал я не увидел что машина была со скрученным пробегом я все это рассказал человек и купил теперь он не продает во второй раз не я ездил смотреть эту машину но наши парни снова увидели скрученный пробег и все рассказали про эту машину вот такой иногда бывает то есть человек сначала обращался к нам для того чтобы этот автомобиль мы выбрали теперь он его продает мы рассказали ту же самую историю и машина все равно со скученным пробегом так иногда бывает друзья если у вас есть вопросы неважно какой автомобиль если у нас есть диагностическое оборудование чтобы посмотреть этот автомобиль мы вам сразу скажем да если нету мы предложим разные варианты но как бы там ни было общение у нас всегда бесплатно и позвонить спросить задать вопросы велкам внизу контакты звоним спрашиваем не стесняйся друзья на сегодня все с вами был николай тарану какие компании один авто всем удачи на дороге не болейте не тупейте быть добру ой я поехал в польшу ой а нахуй разогнуться